Доброе утро! Меня зовут Карина Жумабаева. Я дизайнер и мастер авторских украшений. Сегодня я расскажу вам, как можно своими руками сделать украшения и модный аксессуар для волос. Это Тика. Итак, для этого нам понадобятся инструменты, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы и ножнички. Помимо этого ювелирная струна, материалы, натуральные камни, японский бисер. Тика состоит из нескольких частей. Это главная часть, которая огибает голову, и дополнительная часть, которая состоит из цепочек. Сначала вам нужно будет взять сантиметр и измерить объем головы. У меня это 56 сантиметров. Далее второй ряд у нас состоит из цепочек. Здесь мы можем добавить 2-3 сантиметра с каждой стороны. Совет для начинающих рукодельниц. Эскизируйте, и это позволит вам избежать ошибок в композиции вашего изделия. Для того, чтобы начать следовать своему эскизу, берем штифт, нанизываем хрусталь, чередуем бусинами, затем нанизываем покрупнее бусинку. Подобным образом у нас получается деталь. Один из фрагментов. Мы должны сделать несколько таких элементов. Если рассчитать по объему, это где-то 4 или 6. Отщипываем, оставляем расстояние 6-7 миллиметров. Отщипываем кусачками. Далее делаем крючок с помощью круглогубцев. Мы изготовили с вами 2 фрагмента. Это для дополнительного элемента с чередованием цепочки и главный элемент на основной части тики. Здесь мы должны отмерить цепочку, приблизить на глаз где-то 10 сантиметров. Прикрепляем нашу мелкую деталь к цепочке. Проделываем это то же самое 4 раза. От центра и до конца должно быть 29 сантиметров с одной стороны и 29 сантиметров с другой стороны. Мы должны набрать бусины. Мы собрали на ювелирную струну полный круг, который должен у нас одеваться сюда, на голову. И по желанию мы также можем добавить элемент декоративный, который можно приобрести в любом фурнитурном магазине. Теперь нам остаётся соединить с основным элементом. Для этого нам потребуются колечки. Разгибаем колечко, надеваем на цепочку. Прикрепляем. Вот таким образом у нас есть одна часть. Прикрепляем вторую. Нам остаётся добавить центральную часть, которая будет на голове, на месте, где пробор. Прикрепляем круглогубцами. Заднюю часть. Прикрепляем к середине. Итак, у нас получается готовая тика. Сейчас мы с вами изготовили тику, модный аксессуар, который вы сможете одеть на любое мероприятие и будете сверкать. С вами была Карина Жмобаева. Специально для Женокун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова